Всем привет! С вами программа «Казахсинема» и Бекбулат Увалиев. В ближайшие 20 минут совершим путешествие в мир современного казахстанского кинематографа. География съемок внутри нашей страны расширяется с каждым новым проектом. Если несколько лет назад кино снимали только в Астане и Алмате, то сегодня кинематографисты осваивают все уголки республики. На живописной природе северного Казахстана, недалеко от Петропавловска, развернулась съемочная площадка военной драмы о Великой Отечественной войне под названием «Смуглянка» или «Каракыз». Автор сценария и режиссер картины – известный казахстанский кинематографист, народный артист, режиссер, кинодраматург Талгат Тименов. По словам авторов проекта, это история о любви, дружбе, патриотизме и героизме, которая будет интересна не только взрослым, но и молодым зрителям. Художник-постановщик картины Еркен Сулейменов с командой полтора месяца строили в степи целый аул военного периода – железнодорожным вокзалом, клубом, школой, почтой, мельницей и жилыми домами. Драма «Каракыз» расскажет истории нескольких персонажей, связанных между собой. Им суждено встретиться, несмотря на ужасы войны. Главная героиня фильма – Каракыз. Она, будучи кинооператором, отправляется на фронт ради своего возлюбленного. Важно отметить, что в этой картине мы задействовали молодых и очень талантливых актеров. Главные роли исполняют Ерлан Кулмурзин и Нурай Сактапова. Раньше я не интересовалась киноиндустрией. Меня пригласили на кастинг, и я прошла. Надеюсь, в дальнейшем получится своей харизмой покорить зрителей. История простого человека. Его попытки сделать жизнь своей семьи легче. Переживания и перипетии. Удары судьбы и пути решения проблем. Такие сюжетные ходы трогают зрителей несомненно. Ведь каждый из нас мог оказаться на месте главного героя или его близких. Но если образы героев воплощены прекрасными актерами, то успех и вовсе обеспечен. Причем вне зависимости от страны показа, сложности перевода и разницы в менталитетах. Фильм «Огонь», ставший первой полнометражной работой молодого режиссера Айжан Хасенбек, сразу же привлек к себе внимание и отнюдь не только казахстанского зрителя. Любопытно, что история, озаглавленная как «Огонь», должна была стать логическим продолжением линии ранних короткометражных работ Айжан, фильмов «Вода» и «Воздух». Но, видимо, судьба для фильма «Огонь» изначально готовила путь более яркий и заметный. История разрослась до полного метра, и с самой первой премьеры в «Пусане» в 2021 году фильм сразу же привлек к себе внимание критиков и зрителей. С момента написания сценария и по сегодняшний день я очень много вложила в персонажей, я их тщательно отбирала, тщательно мы прописывали характеры. Мне хотелось, чтобы характеры были максимально правдоподобными и близкими, такими родными. В центре истории – Толик, герой, воплощенный на экране народным любимцем, актером Толиббергеном Байсакаловым. К слову, Толибберген уже неоднократно был отмечен наградами за лучшую мужскую роль в этой картине. По сюжету жизнь Толика складывается непросто. Толика – это своего рода баллада о маленьком человеке Роберта Рождественского, переложенная на современные казахстанские реалии. Как и миллионы других жителей городов, Толик крутится в череде проблем, кредитов, нудной работы и кажется, что выхода из порочного круга просто нет. На мой взгляд, меньше всего мы хотели заниматься морализаторством, учить людей, как жить, как правильно поступать. Просто мы хотели взять историю и рассказать ее так, как мы ее видим. И, возможно, кто-то увидит себя и вынесет сам для себя из фильма выводы. Кругу этому суждено быть разорванным роковыми событиями, которых не ожидал никто, ни герои фильма, ни зрители. Станет ли новый вызов поводом для того, чтобы изменить свою жизнь, сделав важный шаг к переменам или новые трудности, сломят героя. Фильм глубоко эмоциональный, впечатлительный. Именно взят из нашей жизни, сегодняшней жизни, сегодняшние проблемы, сегодняшняя концепция, так скажем, фильм уникальный, уникальный. А там вот это бутер сушил, сюда бутер сушил. Бутер да ушел. Лично для меня у меня море эмоций. Здесь и смех, и слезы. Он именно жизненный фильм. Главный герой и его окружение отлично воплощены актерским ансамблем. Маншук Айтмуханбетова замечательно воплотила роль спутницы жизни главного героя. Я много снималась в комедийных проектах, а эта роль меня задела заживое. Моя героиня приезжает в город, чтобы учить детей. Начали появляться долги, и она решила продавать баурсаки в магазины. Каждая мать мечтает о достатке своим детям. Айжан Касымбек с командой завершили работу над проектом «Огонь» в 2020 году. Зрителю он был впервые представлен в Южной Корее в 2021. Из первых же показов стало очевидным, что фильм ожидает яркая фестивальная судьба. В Сингапуре, Белоруссии, России, Корее повсюду фильм оказался отмечен наградами, и это победное шествие продолжается. В рамках дней казахстанского кино фильм «Огонь» был представлен и в Узбекистане. Это история об одной семье. Недостаток денег, проблемы, как следствие переезда Саула в город. Хорошего вам просмотра. Смотрите сердцем. Всем спасибо. Помимо того, что фильм, безусловно, понравился зрителям, и в них, похоже, очень откликнулась эта история, которая могла бы произойти с любым из нас, нельзя не отметить, что организация подобных мероприятий и гостевых показов ставит перед собой целью международное сотрудничество и развитие взаимовыгодных связей. Просмотр прошел очень замечательно. То есть, как вот наши даже и зрители, и актрисы узбекские, народные, которые вот с нами вместе путешествуют, они тоже в полном восторге от наших фильмов. И много интервью, много мнений потрясающих. Поэтому я думаю, что фильм зашел, фильм понравился. Шествие работы Айжан Касымбек и ее команды по киноэкранам мира продолжается. Можно с уверенностью предполагать, что огонь соберет еще немало наград. И кто знает, быть может, открытый финал, когда зрителю предлагается самому додумать, чем же все закончится, со временем получит продолжение. Тем более, что поддержка молодых кинематографистов в Казахстане на данный момент заявлена как одна из самых приоритетных задач. Это абсолютно главная цель, которую преследуют, которая ставит перед собой центр поддерживать молодых кинематографистов. То есть финансово, организационно и в продвижении в том числе. Одни из главных картин, пополнивших казахстанскую коллекцию международных фестивальных трофеев в 2022 году, стали проекты режиссера Дорижана Омербаева «Акэн» и «Последний сеанс». Это приз «Лучший режиссер» на 34-м Токийском кинофестивале и награда на Международном кинофестивале в Бразилии. И сегодня гостем нашей студии стала продюсер одной из этих картин Юлия Ким. Она также известна по проектам «Схема» и «18 килогерц» Фархата Шарипова и казахстанско-японскому фильму «Конокрады. Дороги времени». Юлия рассказала о продвижении казахстанского кино на глобальной арене и о том, какой интерес вызывает наше кино у международной публики. Юлия, приветствуем вас. Очень рада видеться. Здравствуйте, взаимно. Добро пожаловать в Казахстан. Вы вернулись из Парижа. Да, и очень рада тут быть. Это для меня всегда праздник, встреча с друзьями, погружение в наше кино, в работу. Это всегда очень вдохновляет. Сегодня хотели бы поговорить в том числе о теме продвижения казахстанского кино на международной арене. Все мы знаем, что в последнее время очень много новостей хороших из фестивалей крупных, из небольших фестивалей, которые проходят во всех точках мира. Наши картины участвуют, завоевывают призы. Это как и короткометражные фильмы, так и полнометражные. Можем ли начать разговор с того, как вы оцениваете на сегодняшний день казахстанский кинематограф и его место в мире, и как нам сделать так, чтобы продвигать его еще обширнее, еще глобальнее? Ну вообще, на самом деле, казахское кино и вообще кино Центральной Азии, оно вызывает большой интерес у людей, вообще у публики международной. Нужно учитывать то, что в советское время практически казахские фильмы никуда не выходили и никуда не доходили до больших фестивалей. И после развала Союза мы начали сами куда-то подавать, сами где-то показываться, и люди просто начали вообще знакомиться, что такое кино Центральной Азии, как живут там люди, с какими проблемами они сталкиваются, начали переживать эти наши истории. То есть это совершенно пока еще новый такой какой-то ветерок, и мне кажется, всегда он вызывает интерес. Есть ли какие-то универсальные советы о том, как попадать в программу различных фестивалей, как покорять сердца отборщиков этих фестивалей? Нужно понимать, что когда вы делаете фильмы, нужно всегда думать о том, до какого зрителя он в итоге дойдет. И если мы будем ориентироваться на наш казахстанский рынок, который достаточно маленький, то мы, наверное, мало что можем достичь. Поэтому в хорошем случае, в правильном, нужно говорить о проекте, о фильме еще до того, как он сделан. Поэтому со своими проектами я пытаюсь выезжать на кинорынки или рынки проектов, говорить о фильмах, о том, что мы планируем делать, всегда поддерживать какой-то живой интерес к режиссерам, с которыми я работаю, чтобы, условно, люди уже ждали следующего фильма. Конечно, нужно подавать на фестивали. То есть всегда это такая лотерея. Тут мы не можем сказать, у кого из отборщиков отзовется в сердце ваша история, у кого нет. Но если она сделана честно, если чувствуется, что вы к этому с душой подошли и с какой-то вашей внутренней глубиной и болью, то, скорее всего, это затронет и того человека. То есть оно придет от сердца к сердцу. Правильно? Если много фильмов есть на такие животрепещущие фестивальные темы, но видно, что они очень спекулятивные, и, конечно, это тоже отсеивается. То есть тут все равно должна быть какая-то искренность, которая чувствуется от автора и передается зрителю. Теперь давайте поговорим о вашем продюсерском опыте. Вы были на нескольких фестивалях с режиссером Дарижаном Омербаевым. Его фильм «Акын» и «Последний сеанс». Он даже получил приз за лучшего режиссера в Японии и удостоился приза за лучший фильм в Бразилии. Можем ли немножко рассказать об истории этого кино, о фильме «Последний сеанс» и о картине «Акын»? На самом деле все они об искусстве, так или иначе. Акын рассказывает историю современного поэта, которого внутри, конечно, ведет сильная какая-то сила для того, чтобы творить и писать, но он сталкивается с вызовом сегодняшнего времени, наверное, что никто не читает не то что книги, но поэзию так тем более. И он кажется себе таким ненужным, а при этом внутри его что-то ведет. И также, конечно, ведется параллель с Мохамбетом Утимисовым, который сильно поплатился за свою поэзию, за вот этот дух свободы, который был в нем. И параллель между двумя поэтами, акынами, она на самом деле очень такая ощутимая и сильная. И в этом фильме, конечно, показывается, что, наверное, во все времена, во все века жизнь поэта, который вот внутри остается верен себе, а не работает на систему, всегда это очень сложно. Вот. А что касается последнего сеанса, то тут у нас фокус, наверное, меняется, приходит к более молодому поколению. И Дарижан тут размышляет о том, что если даже в молодом возрасте, в юном возрасте ты как-то проникаешься искусством, то ты должен принять эту мысль, что, скорее всего, ты обречен на одиночество какое-то. Вот. Потому что, опять же, в таком шумном, очень бизнесовом, быстро движущемся мире, если ты выбираешь такую дорогу какого-то внутреннего погружения, познания, искусства и так далее, что тебе будет сложно синхронизировать свое внутреннее наполнение с тем, что происходит вокруг. Ну, Дарижан Мирбаев, несомненно, один из ярких представителей казахстанского кино, большой художник. И в одном из интервью вы даже говорили, что есть довольно обширная фанатская база у Дарижана во Франции. Во Франции, да, есть люди, которые постоянно его смотрят, ждут фильмы, и писали мне, когда выйдет новый фильм Дарижана. Есть люди, у которых сохранились кассеты с фильмами Дарижана. Они говорят, что мы не выкидываем наши проигрыватели, потому что мы каждый год пересматриваем эти фильмы. На самом деле, очень вдохновляет. Когда мы были в Лакарно, на премьере фильма, последний сеанс, к нам подошли молодые ребята из Бразилии и Америки и сказали Дарижану, что вы знаете, ваши фильмы нам вообще помогли пережить ковид. Оставаться как-то в своем уме, и мы постоянно пересматривали ваше кино. Ну, если фильмы Дарижана помогли пережить ковид, то они имеют еще оздоровительный эффект. Да. Ну и давайте теперь поговорим о том, что в Казахстан мы радуемся, когда все больше и больше фильмов снимается в копродукции, и мы знаем, что определенные шаги в эту сторону делаются. И даже корейские кинематографисты побывали в Казахстане. Что это нам несет, и могут ли быть в скором времени корейско-казахстанские фильмы? Эта программа была финансирована корейским кинофондом КОФИК и ведущей корейской киношколой КАФА. И с казахстанской стороны я была очень рада, что нас поддержали Алмаю университет. И программа состояла в том, что молодые кинематографисты из Кореи, из Казахстана тут наконец-то встретились и начали совместно развивать проекты. И это, конечно, многое дает, когда тебя ставят в такие условия, что ты должен сейчас вот с этим человеком что-то сделать, как-то срезонировать для того, чтобы, условно, ваш проект из какого-то тритмента превратился прямо в полноценный упакованный продукт. Многие участники поняли, что такое копродукция, как надо себя вести, как надо себя позиционировать, как надо защищать какие-то вещи, которые вам принципиальны, и выслушивать в то же время вашего партнера. Потому что на самом деле при копродукции нет такого, что ты делаешь всё так, как ты хочешь. Нет, вас много, и чем вас больше, тем, конечно, сложнее договориться, но всё равно это возможно. Но у копродукции есть и много плюсов, потому что фильм выйдет и в вашей стране, и в другой стране. Бюджет вы можете найти и в вашей стране, и в стране партнёра. Ну и на самом деле плюсов очень много. И, конечно же, когда вы делитесь своими знаниями, прорабатываете вместе сценарий, то он тоже укрепляется, потому что у вас есть взгляд человека извне. Вот это очень важно. Эта обучающая программа вполне может вылиться в реальное сотрудничество и вполне может принести реальные плоды в виде проектов. Да, если вот ребята продолжат работать вместе, будут подавать на питчинги и искать финансирование у зарубежных фондов, то, конечно, да. Но это вот уже зависит от участника. Ну, будем думать, что обязательно участники сработаются. И не только казахстанско-корейские, но и копродукции с другими странами скоро попадут в казахстанский прокат и будут прокатываться за рубежом. И напоминаем нашим зрителям, что сегодня у нас в гостях был международный продюсер Юлия Ким. Юлия, спасибо. Спасибо вам. Это была программа «Казахсинема» и «Бигбулату Валиев». Давайте любить и поддерживать современное казахстанское кино вместе. Впереди еще много интересного. Увидимся, как обычно, на телеканале «Жибекжола». Продолжение следует...